В ходе поездки за два дня они должны посетить немецкие национальные, хабарские и тюменцевские районы, а также город Камень-на-Аби. Там они проанализируют, как в районах организовано проведение превентивных противопаводковых мероприятий, посетят пункты временного размещения граждан и пообщаются с местными жителями, которые пострадали от паводка. Самая главная задача – это оценить обстановку, оценить ущерб, причиненный населению, ну и, конечно же, заверить жителей в том, что вся необходимая помощь будет оказана по ликвидации последствий паводка. В Камне-на-Аби, пока ОПИ еще здесь стоит, но в Шалаболихинском районе уже сегодня решением оперативного штаба были проведены взрывные работы заторов, спасатели готовы. Довольно напряженной ситуация остается сейчас и в Тальменском районе, где уже несколько дней активно ведут взрывные работы на реках, устраняя заторы. Сначала большая вода угрожала райцентру после селу Зайцево, но ситуацию удалось нивелировать. А вот сегодня вода подошла близко к селу Шипицыно. От подтоплений, как выяснилось, страдают населенные пункты и в Топчихинском районе. Вот такое видео выслали нам жители села Листвянка. Люди жалуются, что им в их беде никто не помогает. Ты открыл? Полный пол. Воды. Ужас. О, полный двор. Но. Моя поплавает. Все плавает. Добавим, всего в крае, по официальным данным, остаются подтопленными 63 жилых дома и 144 приусадебных участков в четырех муниципалитетах. Юлия Щепина. День с толком. Юлия Щепина.